кто знает итальянский что такое фэличета фэличета или что-то по-другому как-то надо пить ребята сегодня у нас с вами середа середа а пи середа мы с вами говорим вопрос ответ погнали вероника почему люди боятся показывать чувства и эмоции потому что когда ты показываешь свои чувства и эмоции то есть ты открываешь свою душу ты открываешь свое сердце ты становишься очень уязвим в эту душу в это сердце кто-то может харкнуть насрать туда может кто-то ткнуть ножом и так далее понимаете наступить своими керзовыми сапогами в вашу душу вытереть ноги и пойти дальше а вы потом будете с израненной вообще душой жить и лечиться можно и сколько поэтому люди закрываются и срабатывает психологическая защита они впадают в отрицание они начинают говорить нет это не так тебе показалось я имел ввиду другое все я лезвий как заставить мою девушку пукнуть мне в носик я смотрю думаю кто это пишет и как правило вы знаете кто это обычно пишет закрытый аккаунт это будет или малолет . или первертик какой-нибудь мальчик какой-нибудь возрастной лет 70 60 как сделать маме не обижая замечание когда она кричит и норовоучает на моего ребенка дело в том что мама это может не отслеживать ей может казаться что она просто нормально разговаривает они даже порой люди которые орут унижают как-то обижают да и так далее они вообще не понимают что они делают поэтому совершенно деликатно можно не в этот момент когда она это делает да а просто рассуждая на тему воспитания ребенка до мамочка эти вот очень попрошу я знаю что ты так сильно любишь смотрите комплимент минус плюс мамулька я знаю что ты так сильно любишь нашего ребенка да я знаю что кроме тебя никто не будет его так любить кроме бабушки родной да я эти от так ценю за это да вместе и вместе с тем без ума и вместе с тем я такте хочу попросить чтобы ты была с ним поласкивает поспокойнее не так чтобы ты не делала вот этого вот это вот вот этого не не делала а что она может сделать вместо этого не надо и указывать на то что она делает не так лучше сразу покажите как надо могла бы ты с ним говорить более спокойно да там подбирать чуть-чуть другие более ласковые слова маме вероятно это будет не очень приятно но обидится на такую корректную форму крайне трудно да даже очень обидчивому человеку она может быть чуть-чуть пообижается но уже скоро вы заметите как она поменяет свое взаимодействие с ребенком то есть она будет чуть чуть помягче хорошо вот так то есть не ругать ее за это а предложить вместо этого что-то другое да и конкретно как она не знает как у меня нет опыта она за все свои 60 лет жизни так не делала как вы ее об этом просите поэтому и покажите как хорошо так как прорабатывать что в противном случае мало того что они обижаются то же самое и няне противном случае мало то что не обижаются они еще могут на ребенке отыграться особенно не если не они вот я помню меня сестра постоянно могла ругать няню там домработницу я игрил воля вот и понимаешь что она насрет тебе в компот насрет тебе в борщ она перед тобой то улыбнется но как только ты выйдешь за дверь твоему ребенку там хлопнут по жопе и так далее то есть нельзя ни в коем случае людей которые обслуживают твои потребности как-то обижать обязательно нужно быть корректным очень вот и все иногда даже может быть стоит попрощаться с этим с этой няней чем делать какие-то замечания да если и делать то не в виде замечаний а в виде пожеланий это большая разница понимать так что делать когда прошла эйфория после двух лет отношений спасать или нет химия уходит очень быстро она уходит не через два года через год и этот недавно слышала интервью ксении собчак и павла прилучного что ли павел прилучный такой есть красивый актер у него очень красивая жена была и вот сидит собчак с этой женой и они обсуждают тему того можно ли увезти мужчину из семьи вот как раз вот про этот вариант очень рядом на можно ли увезти мужчину из семьи значит это жена бывшая павла говорит что можно ксения собчак говорит что нельзя объясняют а и другая права просто не с разного края обсуждают эту тему если пара приходит в кризис она однажды туда придет вы смотрели много у меня видео когда пара приходит в кризис на кризис трех лет семейной жизни кризис пяти лет семейной жизни и так далее любая любую пару будет штормить это нормально так вот когда в паре кризис то это можно сравнить как цунами вот я помню был в майами цунами и объявлялись мародеры и вот они забегали и брали чужой в данном случае вот этот вот вот эта женщина которая пользуется тем что в семье сейчас цунами семья проходит через кризис она пользуется этой благодатной почвы и когда мужчина более предрасположен к тому чтобы уйти влюбиться и так далее вот лапырёва вика поучаствовала в этом значит ксения собчак поучаствовала в этом это же были женатые мужики которые проходили кризисные отношения в своих семьях я сейчас не хочу говорить это очень плеха и так далее вы знаете насколько я лояльна вы знаете насколько я свободна что это твой выбор ты это делаешь ты делаешь как ты считаешь нужно просто не надо пытаться это замазать и вот она сказала увезти из семьи невозможно возможно если человек находится в семейном кризисе возможно и она не захотела со своим витарганом я возвращаюсь к сении да она не захотела с витарганом пройти этот кризис обратиться к семейному терапевту и пройти этот кризис его нужно было пройти над этим нужно было работать гораздо проще выйти из этого кризиса и возбудиться именно возбудиться потому что это химия прежде всего на костика вот и все на витарган молодец он же костику вообще но сломал просто я до прямого витаргана зауважала мне казалось что он такой уйдю медвежонок нифига как влепил только костику но стал свернул как мужик прям настоящий поступил соответственно вот так хотя костик был женат у костика также был кризис это происходит в семейных кризиса и женщины которые присоединяются к семье которую штормит вот или наводнение да допустим в городе и мародера начинают грабить банки почему потому что нет возможности нет возможности у города как-то оправиться и контролировать эту ситуацию на ванна в кризисе то же самое с семьей получается просто как воровка выгадываешь удобный такой вариант хватит и забираешь чужое почему я так говорю я говорю из исключительно социально-моральных норм которые существуют в большинстве групп так сказать что встречаться с женатым человеком это очень плохо вы понимаете да у нас есть определенные хорошо и плохо встречаться женатым человеком плохо и поэтому да ты в общем сопричастны к этому процессу ты лезешь в семью которую сейчас штормит вот все все то же самое произойдет у нее с костиком уж и думать она с костиком проживет 200 лет нет уйдет химию и придет другой костик вот и все вот и все это к вопросу о том что делать когда прошла эйфория спасать ли отношения или нет если у вас есть финансовая возможность как у ксении собчак менять мужа это пожалуйста правда же если вам не очень жалко своих детей ксении видимо не так жалко своего единственного ребенка то пожалуйста я опять же хочу сказать что ты делаешь так как ты считаешь нужным ни в коем случае не хочу показать показать с какой-то моралисткой просто ну как вам просто понимай ну что ты это делаешь все а то ну невозможно увести когда-то влюбленную правильно но только твое влюблен продержится ровно ну пару лет понимаешь вот и все а дальше что ты будешь делать дальше вот тут причем у нее у самой родители прожили в браке длительное время хотя папа у него была другая женщина ниже сестра есть еще сводная но в любом случае мама с ее папой прожила долгое время кем вы восхищаетесь а еще про собчак скажу поеду я так на нее разозлилась тут было интервью с над но если ты с наташей королевы ёб твою духу мать ну что это такое ребята как она ее посадил этот ёбаный оператором нужно выдрать руки потому что они растут у него из жопы как можно было нашу наташу королеву которая сейчас находится в уязвленном положении с этим тарзаном который прессовывает писи непонятно куда неважно пиар или что посадить в таком ракурсе что она выглядит на 90 лет я хочу сказать что если их поменять собчак местами я про интервью собчака и королевы если собчак поменять местами с королевой собчак будет и крылья обрюзгшая как сидит королева во всем виноват свет это ёбаный оператор понимаете которого к чертовой матери надо выгнать я помню что у нас с андреем петровым были было это самая какая видеосъемка да ягра андрей я в москве не знаю никого пригласи кого кого ты знаешь он говорит хорошо я приглашу так вот те люди которых он пригласил сняли меня таким образом да вот этот оператор фотограф вешу килограмм 140 мой вес 65 килограмм при росте метр семьдесят восемь я стройная женщина я этому оператору говорю послушай мне не 20 лет твоя задача как фотографа и оператора скрыть недостатки они преувеличить их понимаете как сделали со мной и сделали с королем у нее есть какая-то там носогубка у нее есть марионетка ну девочки уже я про королеву не 18 лет да я оператору говорю мне не 18 лет мне 40 лет ты должен сделать так чтобы мою носогубку чтобы мою марионетку не было видно ну ты на этой оператор ты на этой фотограф или подари к чертовой матери свою камеру нахрена ты купил траву такую дорогую камеру руки твои растут из жопы ты полная бездарность твоя мама родила бездарного ребенка иди красить заборы редьку дергать доить корову пушки бездарности ну или знаю что у тебя там лучше получается фотографа кто меня сейчас слушать если вы полные бездарности если вы уродуете людей отдайте свою камеру ради бога соседу брату подарите не надо издеваться над людьми ну как можно такого уровня вообще съемка до ксения собчак берет интервью первой звезды наташи королева и оператору ее так уроду вы чё сдурели что ли операторы это я команде ксении собчак обращаюсь ну к чертовой матери выгнать на как так можно это подстава я считаю для взрослой женщины для звезды это подстава это не потому что она такая старая уродина это потому что вы неправильно поставили свет свет это все понимаете ну это ужас и причем ведь собчак видит как правильно сесть это королева она вся в растрепанных чувствах с этим тарзаном весь там вся она в этом кипише она уже не соображает где она сидит собчак четко знает свет и она садится там где на нее будет падать дневное освещение она понимает что она то будет красивая а то что королева будет некрасивая на тоже это понимает но ей насрать вот это в этом могут ее жестокость понимаете изуродовать своего собеседника поэтому как можно идти на интервью к собчак когда она вот так раз и подставит и муж синий но она как свинья там сидит но она не такая королева да она себя фотошопит ну там ее отвратно просто сняли и разлетелись эти фотки по инстаграму посмотрите какая королева реально отфотошоплена и какая она вот на самом деле она не такая на самом деле ой прямо зла не хватает короче на этих фотографов недоноски хорошо дальше если мужчина хочет много детей о чем это говорит это не говорит о том что он как-то дико любит детей что он с ними будет он как-то безумно самым прямо заниматься может вообще на них наплевать и как правило ему на них наплевать он будет путешествовать сколько ему надо и детей видеть своих на новый год только понимаете в чем дело и переписываться с ними в телеграме со взрослыми детишечками соответственно они за счет этого самоутверждаются очень часто эти люди хотят какие-то многоженство чтобы много жён много детей и так далее я мужик яйца мои это попытка самоутвердиться больше всего да вот самоутвердиться почувствовать себя мужиком быть бессмертным . из страха смерти до что размножиться в своих молекулах и клетках по этому миру вот такие вот вещи да ну и муштровать тренировать почувствовать себя главным тренером быть каким-то лидером потому что например я не ходил в садик я не был лидером в школе меня не уважали там в этом коллективе ну зато тут мои дети будут смотреть мне в рот и говорить ух ты какой у меня батя крутой вот котяточки мои любимые как перестать циклиться на своей внешности на и на последний вопросик да думаю о том как выгляжу 24 на 7 что я хочу сказать был период в моей жизни когда я не отходила от зеркала а потом по моему ко мне подошла моя мама и она мне сказала вероника внешность это то что у тебя есть и это никто у тебя не должен ну это никто не отнимет мой но у тебя есть если я там не сгорю где-нибудь в поясе в каком-нибудь ну ладно вся всякое бывает и ноги отрезаете нос отрезает все отрезает вокруг вот если ничего не произойдет ну вот она твоя внешность по крайней мере на твоя уже все переключи внимание от этого зеркала на что-то более важное ну то есть не то что на что-то более на то что нужно развивать смысл развивать эту внешность и так родилась как звездой вот у меня есть например мой рома желудь рома желудь кстати мой фанат рома привет в него были это наш джастин бибер у него проблемы с наркотой все такое да значит вот я рома желудь что я хочу сказать до чего красивый мальчик ну безумно красивый ромочка можно но безумно красивый но отлепись ты от своей внешности всю успокойся нет она над нарциссизм умереть увидишь на но зацикле и при этом упускает такую составляющую рома ты упускаешь эту составляющую как интеллект он у него к его возраст очень сильно проседает плюс это наркота на его жрет эти не все эти нервные клетки она жрет ему клетки его мозга серого вещества становится меньше и меньше меньше рома все ты родился у тебя мама такая эффектно у него мама кс чем-то на меня похоже да почему в меня влюблен мой рома рома я в тебя тоже влюблена поэтому все нормально значит него мама такая эффектная женщина видимо папа тоже и рома ну прямо красавчик вот просто красавчик он что-то сделал с этой губеночкой вот здесь то ли он что-то такое как-то вот он что-то сделать но неважно сделал или не сделала он родился изначально безумно красивым человеком все успокойся развивай свой интеллект нет он зациклился на этой внешности вот он ходит спортивный зал татуировки вот эти селфи ну все ну все в 40 лет это будет здравствуйте я сама открою понимаете чем дело поэтому срочно переключается ракурс внимания с внешности которая и так у вас есть на интеллектуальность и на финансовое развитие на карьеру на какой-то да личностный и духовный рост короче говоря я помню у меня подружка была она не была красавицей но она была просто крупная такая с еврейской внешностью женщин восточная такая она была брюнетка и какого-то хрена настало подражать одной нашей знакомой девочки которая метр двадцать прыжки стриптизерша блондинка с голубыми глазами казалось бы блин ну ты двухметровая лошадь к кри глаза и с черными волосами на хрена нет она стала ей подражать она купила эти шлюшные каблуки которые танцевать на 6 вот эти да там насчет идет вот такая платформа вот такие каблучи щи то есть в итоге она стала два с половиной метра чтобы вы понимали и вот она стала кружиться на этом 6 и говорю оля ты зашибешь своего юра мужик был юра ты просто его зашибешь ногой то есть двухметровая женщина но она не должна крутиться на этом шесте потому что ты во первых сейчас рухнет потолок ты кого-то зашибешь этой ногой своей трехметровой поэтому не надо развивай то что в тебе есть вот свое еврейство все ты красивая еврейская женщина успокойся но нет она стала подражать вот этой нашей общей подружки все вот она пока постригла эти волосы покрасила белый цвет стала хоть ну то все она себя потеряла то есть я пока и вот она в сеть у нее не было денег она все по купонам по группонам по купонам по группонам маникюр по группонам чистка лица по купонам нос обстригла там все вот это но она себя просто изуродовала то есть сейчас я там 30 чем-то на урод в жопе ноги почему потому что она была зациклена излишне на этой внешности все то же самое мы видим инстаграме как девочки которые излишне фиксированном своей внешности уродуют себя потом наша вот эта вишенка я не помню на каникулы в мексике как же ее звали ниточка не то кто помнит вот это каникулы мексике была такая девочка не то не у папа был индус такая красивая экзотичная внешность что она с тобой сделал что урана сетинговая тюнинговала 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 ну все от нет и не осталось ничего из роскошной красивой куколки не осталось ничего вот это вот это вот это вот это вот так ну что у нас 20 минут 20 минут на котятки и котятки и котятки мой господи ну ладно давайте про панасенкова последнее слово про панасенкова все два слова про панасенкова я завязываю двух видео на сегодня достаточно что только что снимала про геев российской эстрады панасенков это гей российской эстрады панасенков значит это гей который обожает судиться почему но он истеричка очень чувствительный мальчик маменькин сынок есть такой тревожный эмоциональный жена ненавистенек историю знает не очень хорошо что-то он недоучился непонятно почему может быть как-то употребляет немножечко до судиться не надеюсь не будет сама судиться очень надеюсь будет судиться короче будем вы узнаете об этом что со мной панасенков судится с кем он там дрался с этим который бошку то отрезал насеньки как его звали забыл уже ну поняли кого я имею ввиду да такое же чудо историк и вот эти два и две истеричные чудо истерички исторички истерички у нас была такая по истории еще интересное я не пукнула это скрипнул стул а людмила спартаковна вообще у нас была по-моему она была еврейская женщина и вообще у нас были одни евреи кстати в моем садике это была петроградка евреи очень любят петроградку и у меня в садике были мама говорила ты с самого рождения дружила исключительно с еврейскими детьми у тебя была подружка галя вахтель марина жезмир андрей пехтель и кто-то еще и кто-то еще вот я дружила с евреями и с глухонемыми инвалидами и прочее у меня была такая банда еврейские дети они очень интеллигентные спокойно и так далее да и мне нравилась вот эта вот среда где нет этой агрессии я вот с ними дружила так вот в школе у меня в классе тоже одни еврейские дети были и да но меня били не еврейские дети хотя нет якушин был еврей вы прикиньте якушин мой пушкин был еврей стопудняк и у нас была такая по истории людмила спартаковна и вот она когда проходила она вот так и елена иосифовна была по-английскому она уехала в велику замуж вышла понимаете да но они вообще евреи очень ценят архитектуру соответственно где архитектура как не в центре поэтому все петроград вся петроградка у нас была еврейская исключительно и у нас была людмила спартаковна она вот так подходила ритм сегодня мы будем проходить феодальный строй и она так плевалась жутко плевалась что мы вообще надо было приходить на урок с зонтиком вот так вот сидеть потому что любились таковно вот на нас плевалась вот я вот единственную фразу помню вообще из всего этого происходящего феодальный строй ребятами феодальный строй так вот по настенков короче тоже мне ощущение что история там такая поверхностная собственно говоря как у его вот это почему он и вцепился в этого господи пишите как его зовут кто там настинку разрубил на часть в этого товарища потому что они с ним очень похоже понимается люди в группу когда проводишь групповую психотерапию начинается драка между двумя людьми почему они даже садятся друг напротив друга что друг другу контролировать прошение очень похоже очень похоже не не просто так конфликтуют в данном случае по нас как она сенков точно такой же кто его зрители у него банда своя гей поклонников он сам гей хотя он говорит я бишка я бишка да не бишка ты панасенков ты гей стопудовый мамочкин сынок тревожный на весь панических атаках неврозах и прочим там обсессивно-компульсивных расстройствах поэтому не придумывай нам всякую ерунду ты не ты не бишка ты гей или женщин ты вообще не любишь не придумывай кто его любит его любят такие задротики мальчики малолетние до 30 лет такие вот или анальнички такие и вот они или у защиту не вообще сексуалы да нос весь прыщал и нет секса или что-то такое тоже немножечко с гомосексуальными на какими-то наклонностями он как бы они видят в нем лидера видит какого-то гей папу такого и вот понятно поэтому по насенков ну вот интересный тип интересные отрицает кстати тоже на психологию на она в этом ничего не разбирается поэтому он какие-то вещи может проанализировать глубоко какие-то очень поверхностно хотя зря он отрицает психологию ему надо позаниматься что он уж совсем такой истеричный мальчик уж совсем сколько ему уже много лет он такой на так с мамой и живет не такое чувство употребляет немножечко да есть такое ощущение все моя любимая вас целую обнимаю до среды это более чем достаточно правда же все заходите на мой сайт вероника степанова . там есть очень много полезной информации и пожалуйста подписывайтесь на канал моей старшей дочери александра степановой там все самое полезное про то как приготовить вкусные безумные салаты которые способствуют стройности как вообще жить в америке дикие какие-то безумные мейкапы на хэллоуин новый год и прочее поэтому подписывайтесь ссылочка на нее будет в описании все я вас целую и обнимаю